все-таки гантели меня пугает этот человек для не работает работы нет качалка одна в голове стероидами своим у меня уже наш вытягивать неприятно я бы сам не решился бы попробовать друзья всем привет с вами мельников андрей гребенев андрей гребенев андрей сегодня мы для канала oxy team покажем свою тренировку плеч немножко руки еще зацепим но в общем посмотрим как пойдет сегодня план интересный достаточно я андрей немного сбаламутил тренировка будет отличаться наверное тех тренировок которые уже на канале были поэтому смотрите будет возможно интересно да мы постараемся сегодня вам показать свой вариант который наверное да я думаю будет отличаться от остальных так что разминаемся и погнали итак первое упражнение у нас мы работаем на задний пучок дельт перекрестные разгибания на заднюю дельту в чем преимущество этого движения в том что мы можем задать чуть более большую амплитуду нежели допустим там в махах с гантелями либо с бабочкой бабочки то есть тем самым чуть сильнее растянуть задник делаем почему именно это упражнение в следующем упражнении мы будем делать живого и дабы создать из задней дельты такую небольшую подушку как амортизатор поэтому тренажеры для меня незнакомая поэтому не знаю какой тут вес подбирать озвучь в каком диапазоне мы сейчас работаем примерно 12 до 20 повторений плюс минус то есть чем больше вес понятно тем повторений будет меньше пока что просто такое то наступление каких хотя бы либо ощущений и вообще тренировках своих именно придерживаешься такого формата я имею в плане да вот допустим и например вот я как тренируюсь у меня правило уже не знаком несколько на протяжении нескольких лет вспомогательных движениях я делаю форму формате скажем так более силовые какие-то упражнения я делаю всего 8 до и словно жим и тяги история на большой вес мало повторений если мы говорим о каких-то тренажеров то это как правило там от 12 тысяч повторений что абсолютно все то же самое у меня нет задачи сделать там в изолированном кому-то подобное движение 6 повторов по смысл как бы надо вот тут задача именно на пампить почувствовать прожгло ту самую мышечную группу а в каких-то базовых движениях более вот как сейчас джин-гантели понятно вес уже определяющий фактор вот еще скажи такой момент ты всегда перед допустим в начале тренировки делаешь какое-то упражнение типа как на разогрев и на предварительное утомление вообще обязательно особенно это касается ног то есть у меня больные колени вообще на самом деле видео про ноги можно было бы у меня был такой период когда я работал с польским тренером вот и он мне давал упражнения ну допустим же ногами там один из трех рабочих подходов на 100 повторений вот и таким образом делать 100 повторений я со временем ухайдакал все колени сильно достаточно вот у меня правом колени жидкость образовалась и я к чему это все говорю делая какие-то базовые движения первым движением такая боль и ческая просто было вот и я со временем запер как ее скажем так уменьшить то есть я начинал со сведений потом сгибания какие-либо потом разгибание как только колено хоть немного прогревалась нашел делать какие-то базовые движения это сработало то есть болевые ощущения они хотя бы стали пути по стекать принципе во всех остальных там мышечных группах та же самая история то есть не смысл начинает там стяги штанги в наклоне сразу же темпом вверх в лоб потянут или пуловер там какой-то сделать в принципе то же самое вот как ты и говоришь силовая база должна быть обязательно но делая упражнение силовое первым в разы просто больше шансов тренироваться грубо говоря любая тренировка начинается с разминочных изоляционных упражнений обязательно да слушай на я был в принципе в своей практике тоже в основном всегда так делаю даже там касаемо ног практически всегда сто процентов начинается с разгибания загреть колени нагнать крови немножко а потом уже потом же нам гроза им жмем и так далее то есть у меня еще видишь то есть можно было бы просто колени разогреть но у меня этого было толку мало то есть я заметил когда сначала сгибания делаешь то есть у меня же в правом колени короче из-за чего из-за этого была жидкость причем и было прям до хера то есть абсолютно все врачи говорят блять что давай откачивать давай ставить дипростан и уронки там колоть а видишь момент такой что когда в сустав начинаешь лезть иголками это все дорога в один конец вот и я сам себя отговаривал от этого очень долго не пойду там нога уже вот ну как бы она сгибается вот настолько и все дальше ну из-за жидкости да вот и всякими таблетками скажем болевые ощущения заглушал и но чтобы немного противовоспалительный эффект был по итогу нашел для себя такой выход что сгибаниями то ли жидкость куда-то перетекала я не знаю выкручь легче становилось ты сейчас сгибания просто постоянно делаю перед тренировкой ты работаешь именно в таком формате не растягивая бабочки она тут достаточно растягивается за счет скругления спины так ну что все-таки гантели пойдем что получится то получится на я такой бы уже закончил меня пугает этот человек блин начинаете к вода вот эту давай возьмем это пошире и удобнее за зажмешь ее позвоночником ли чего начинаете снять блин наверно подчетом с 12 там 20-30 и я думал кем только где-то давай с 20 хотя бы начнем 12 зачем совсем не серьезная история следующем упражнением мы с андрюхой совместно решили мы посоветовались и я решил да интересно получится меня порвать с вот теми нижними очень хотелось больно что некрасивые ты знаешь я в своей практике максимум 60 до 70 70 не пробовал видишь тоже у меня может из-за того что я не слишком низко опускаю да может поэтому там писать это получается брать то есть я примерно до уровня висков край с этими гантелями еще сложно в том плане что надо же чтобы их кто-то подал да я я на этот момент очень так я отнесся серьезно где-то дэн должен прийти с вами до который он где-то должен подойти вот как раз чтобы было кому подать на давай я думаю по десяточку да так и пойдем по 10 килограмм я потихонечку добавляю чем больше разогреешь волшебный порошок потихоньку особо не торопясь никуда сильно 40 до напился уже как будто бы хорошо как будто бы ну давай даже за ним вписался до тебя обычно по отдыху между подходами какой-то стандарт или сугубо по ощущениям по восстановлению но я не считаю нужным особенно если мы говорим о каких-то базовых силовых упражнениях отдыхать там какой-то регламентированное время тоже нужно полностью восстановиться подготовиться к подходу чтобы максимально выложиться иначе смысл какой одно дело там когда у тебя но условно скажем там период сушки какой-то ближе туда к соревнованиям может быть имеет смысл поднимать интенсивность но там и работа с другими весами а здесь если мы о силовом варианте говорим надо наоборот максимально восстановиться смотри период сушки последняя неделя полторы ты уходишь по весам чуть ниже и больше нам повтора добавляешь или же ты прям до самого конца возможности стараясь до конца работать но там уже сугубо по ощущениям получается что естественно там углеводов меньше сил меньше и ты хочешь не хочешь но в любом случае немножко просядешь какое самое минимальное количество углей именно на фазе подводки на фазе подводки я думаю что где-то порядка 100 наверно у меня минимум был а так ну естественно мы не берем там яму когда уже непосредственно там на сливе перед загрузкой а так последние там несколько недель 100 от 100 до 200 наверное это вообще для меня какая-то чудовищная цифра у меня первая подготовка я помню там я пускался до 25 грамм углеводов но последнее мы на 600 ели вывозили я не знаю что такое то ли организм на глюкозе постоянно работал хрен его пойми на 600 ел зависит от того как ты ну во-первых твой собственный вес во вторых как у тебя проходила межсезонье светя в межсезонье было там условно больше тысячи естественно для тебя 600 это уже сушка поэтому сейчас на 600 облюбить если меня вот так вот ужмёт хотя кто-то там ну вот там даже мой вес условно кто-то блять набирать умудряться как ну тут еще зависит от того как у человека в принципе день проходит тоже да вот там у кого-то много энергозатрат в принципе не это не касаемо тренировок а вообще в целом так больше для самоуспокоения обожаю конечно золото суши мне пахлавон рассказывал у вас тоже там у нас хорошего он укомплектованный большой там свежо и так далее но вот наш тут атмосфера более рабочие и люди и тренировки состав в том числе они видно что заряжены слышали на что говорили очень мало да на самом деле таких залов чтобы вот именно все были в теме скажем так то что в основном сейчас фитнес везде взял да это я очку дошел такая хуйня тренировка подбили на говно это постановочно поснимаем скажи какой-то дурак приехала неадекватный блин я какой вес последний раз вот дома взошел все эти мусы доехать 123 был сейчас это такой формирующий 20 20 сентября сушку начинаем убежимся по углям немного чуть еще кардио добавим чем по планам 2 ноября казахстан пропали фирм готов раз два три так блядь мутант понажет понажерутся блядь обкульются блядь и потом стероидами своим работаем блядь ладно на грудь блядь но на плечи этаж ту мать по моему подождите еще пока 80 я хочу попробовать ну сколько пойдет только пойдет да да нет нет выкинуть вот и у меня как раз переучивал скажем плане я начинала также как интерьер в такой манере момент аж сказал нихуя долить низко горит не опускай и именно разрывай да прожимай я такой все понял и настолько долго я это все делал что сейчас любые движения которые допустим там чуть ниже у меня уже наши натягивают где-то уже неприятно да слушай ну а блин мне кажется с точки зрения работы лучше амплитуду побольше не водок а мне вот тогда по-другому сказал что в смите перед воду сюда опускай и выжимай а вот свободную веса лучше работать амплитудно чтобы где-то не порваться не дай бог то есть это имеет место быть особенно после верха да 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 там именно про верха меня забирала дельта потому что вниз опускают бывает таким моментом он мне вот про это и говорил идет именно до ожима но со свободными лучше так как бы не угорать ну теперь что есть я я рассказываю просто что мне на грудь на грудь на грудь вот мне страшно это брать на плечи блядь давай пожалуйста на камеру прокомментировал чтобы ты амплитуду потому что нам сейчас там будут писать да по поводу движения у меня первый ролик но все который был столько там читаешь просто ну сначала все говно потом такие ребята уже начали нормально просто потом те кто дальше посмотрели поняли что все норм а это так это нормально зато те кто мимо проходил и залетел случайно это так и сказала что горит бизди пускай пишут это же хорошо я конечно не особо люблю чем больше комментариев тем лучше неважно какие они что дальше делать махи через махи как спасать паски сразу без разминки отрываем дельту и и домой идем заканчиваем с бодибилдингом стрессик такой прям хороший был я бы сам не решил себе попробовать эту историю не он так-то 70 на самом деле иди найди человек это делаем неплохо пошло чем и со скольки с 15 я думаю по 5 пойдем с 15 начинать давай обозначим чем мы делаем до дела махи чистую гантелями и вот как раз вопрос махи вот вроде изолировано движение в то же время тучка база диапазон повторения все лично я считаю что именно махи через стороны вот в таком варианте исполнением то есть что это как бы классически это одно из самых базовых упражнений на плечи вот и поэтому я обычно делаю начинаю маленький вес много повторений заканчивая пирамида идешь да и там ну опять же тоже хоть и но и можно его отнести к базовым но не более в не меньше 8 до 8 даже потому что но и как правило в конце можно да там дроп сет сделать не круто когда хочешь человек который то в принципе плане тренинга абсолютно идентична то есть не надо изобретать велосипед думать гадать подстраиваться как очень удобно а это значит что система работает теперь на переднюю дельту делаешь что-нибудь тренировки дельты только вот джим может еще один джим то есть вообще изначально я хотел как сделать заднюю том же махи и потом допустим еще один джим какой-нибудь в хаммере там уже повес аккуратненько под контролем более более наполняющие движения и потом можно опять же формате доработки тут идет тренажер стоит махи стоя буквально два-три подхода чисто запомпить а потом вдруг доработать вариант а на заднюю дельту кроме как в дельту что-то делаешь тренировка спины и например иногда в спину до делаю но так как сейчас вчера была спина тяжелая и легкая грудь вот вчера как бы не делал когда идет грудь и легкая спина там после спины можно немножечко подработать предпочитаешь какие упражнения именно на заднюю дельту на заднюю вот самый топ это вот эти перекрестные разгибания для меня потом мне нравится в тренажере для отведения на среднюю дельту сидячий такой в наклоне надо башкой упираться с гантелями ну и 3 до с гантелями попадают а так больше вот я не люблю тяговое движение на заднюю дельту тем более с канатной рукояткой там что-то вообще не то кто-то прям чувствует хорошо у меня 0 не заходит очень хорошо горизонтальный блок тяга широким хватом вот видишь именно это движение задняя дельта там не понимаю прямо хорошо работа всем у меня задняя работа вообще прекрасно когда ты ее растягиваешь я задумался однажды тоже почему допустим я делал как-то отдельную тренировку рук это просто пример допустим ты приходишь на тренировку рук там что-то где-то поразе поразгибал поразмелся немного на трицепс и идешь допустим там в какой-то блок идет тяжелое разгибание у тебя одни допустим ощущения вот их запомнил примерно а потом на этапе компенсации у меня сплит был push pull legs то есть я делал все жимовые сначала и где-то вот предпоследним упражнением я шли тяжелое отжимание на брусьях и после этого доработка блоком абсолютно другие ощущения после силовой работы совсем другая я понял так что ты с нс подготавливаешь свою потому что мы вот сейчас будет она и организатор такой ага ясно как бы я понял что тебе надо давай вроде закончим побыстрее с этим ты включил вот максимальная нервная система завелась плюс еще сейчас вот выпили что-то тренировкой и сейчас в принципе это все и попадают и легко как бы как будто бы хотя если в начале тренировки подойти там для гантель 25 килограмм она неподъемная была тоже наверно замечал когда там где-то тренировать людей особенно там вечером и на силовой там поднимаешь гантели по 70 а тебе надо там принести гантель 12 килограмм ты берешь и как это вообще поднимается ну то есть вот голова вообще не готова я думаю да 20 много будет так 10 10 12 мы сейчас делаем дроп-сет прочувствовать максимально работать давай 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 часть никогда вообще не помогали мне раньше бля на самом деле очень классно когда есть с кем тренироваться когда есть человек который чувствует понимает то очень сложно найти такого вот я о чем и говорил что круто еще когда тренировочный стиль совпадают то что ты можешь и и сами одними тем же работать это круто как шутка ну да пока не вставай давай чем мы делаем делаем жим очередной жим только на этот раз тренировали тут у нас задана траектория шансов что где-то что-то гулять будет не поэтому за поработаем здесь писать это огромное тут братья думаю смысла нет так уже ли сами сегодня поработали сейчас просто амплитудная такая работа опять же на передний пучок почему очередной жим и почему мы его делаем через упражнение основной посыл этого движения конкретно в нашей тренировке сейчас почему через упражнение потому что ну после того же мы сразу же делать жим какое-то безумие после махов ну чтобы передний пучок хоть немного выдохнул и я не люблю маховое движение перед собой как бы можно условно говоря ты этот жим сейчас вставил как бы на переднюю работу на передний пучок да и почему вот в таком формате почему она у нас идет через упражнения потому что мы сейчас в жиме гантелей поработали в силовом варианте дальше у нас идет чисто пам то есть помахали руками большое количество повторений силовом формате здесь тоже я думаю что мы меньше десяти наверное не будем 10-12 повторений я думаю оптимально единственно тяжеловато уже не будем не будем сильно много вешать не так что тут совсем у нас гантели были 870 а гречки с десятками тут же что у нас тут же углы там взять я скажу не сильно он отличается на самом деле блин не знаю вот у нас но я почти такой же ну а знаешь конкретно а лайфитнес линейка я просто как бы одно время сравнивал вот он более приближен к штанге гантеля свободному весу нежели допустим у техно джима есть тоже тренажер вот он чистый на переднюю дельту ну там можно навешать а там диски чуть-чуть сзади да да я живу немножко другая нагрузка здесь вот он четко ты получается конкретно 20 ну получается ну чё делать то если идет нормально кто знал то он слушает вот честно вот руку как говорится у нас он сложнее в зале в кирове то есть точно таком же я работал в питере в этом спорт лайфе да там не он тоже показался с ним то ну относительно легким я там хоть и делал его таким получается вторым или третьим движением ну первым основным жимовом там тоже до 5 дисков дошел и такой наш взял 12 как-то легко а у нас зале вроде бы этот же вес повесишь блять вообще неподъемный просто вот я не знаю может из-за того что сборка у нас китайская и там диски допустим но не здесь чуть-чуть смещены куда-то да а эти пару сантиметров они как бы ни хера себе не имеет значения на последнем движении за сегодняшнюю тренировку махи через стороны наверное по одной руке пробуем или двумя сразу сейчас решим до роли суть в чем чистая изоляция на максимальный помп чтобы уже под конец скажем так ушатать в край дельты до диапазон повторения в среднем я думаю 15-20 повторений никакого силового тренинга то есть он ли он ли помп ладно наверное да я думаю что где-то так я думал он сам сейчас все поставить это много да нет нормально мне как бы уже тяжеловато что там учусь собрались вроде как так ребят тренировку дать мы с андрюхой закончили я здесь уже понравился тренировка но для андрюхи в принципе это нормальная история единственное ты меня конечно поразил сегодня с гантелями я обычно не иду на такие эксперименты у себя на тренировке вот но в целом я доволен тем что мы с тобой сошлись во мнении и такая прям но достаточно продуктивная была тренировка я надеюсь что ребятам понравилось пишите к обязательно в комментариях как он зашла не зашла наша тренировка может попробуйте сами повторить приезжайте в прошлом тут гантели вот вот там приезжайте записывайте видео отмечать у нас так все всем ребят всем пока всем пока подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии до встречи